Ужас заключается в том, что люди окончательно перестали понимать, что они делают. Ну, судите сами. Это видео у вас есть на платформе. Российский депутат, депутат Гатчинского района Ленинградской области. Ну, граница с Петером Гатчиной, Светланом Малашковой или Малашковой. Я не знаю, как правильно поставить ударение. Прошу прощения, что она сделала. Она посадила за руль своего автомобиля сынишку школьника. На колени посадила. Мальчик маленький. Выложила в Инстаграм видео, где ребенок сидит у него на коленях и правит автомобилем. Причем реально едет. Она сама нажимает на педаль, а он рулит, довольный. В остальном она нажимала на педаль, а в остальном автомобилем управлял школьник. Это уголовное дело. То есть сама тетя, мама, попросила возбудить против нее уголовное дело. Почему? Потому что она не соображала, что она делает. Я вот сейчас не буду говорить про одного народного артиста, который прежде показывал бумаги о санитарной вырубке им леса, а теперь говорит, что будет он всех, значит, за клевету привлекать. Его оклеветали. Он, так сказать, одни бумаги показывал. Люди в эти бумаги не очень поверили. И пошли журналисты в Павлово лес проверять. Очень интересно, что они там найдут. Какие поля, ну, может, и ничего не найдут, может, действительно были только санитарные вырубки, но еще раз, люди не понимают, что они делают. Какие они приключения ищут на свою голову и гордятся тем, что возбуждают уголовное дело. Он говорит, мы знаем в имена всех тех, кто оклеветовал. Мы знаем. То есть не следствие знает, есть тайна следствия. Нет, мы, говорит народный артист, глядя в камеру, не понимая, что он делает. Точно так же. Он пытается как бы оправдаться, это понятно, перед Путиным прежде всего, я так думаю. Но они понимают, что он говорит. Ну, ладно, бог им судья, посмотрим, какие, с чем журналисты вернутся из леса. Все будет очень интересно, я так чувствую. Епископ Матищинский фиакфилакт. Мы об этом говорили, видео выложили. Да, отстранили его. Обрушился на другого иерарха в своей церкви. Ударил кадилом, суть по всему, его во время службы. Об этом рассказал дьякон Андрей Кураев, временно отправлен из-за штата РПЦ. Надеюсь, что временно, но еще раз, публично батюшка схлестнулся с другим батюшкой. И не просто батюшка, а епископ Матищинский фиафилакт. Руководитель Андреевского мужского монастыря. Ну, не точное слово руководить, расстоятель. Но это при всех делалось. Как будто ни у кого нет видеотелефона, и никто не нажмет кнопку. Все та же самая история. Люди не соображают, что они делают. Но апофеоз. Глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Наталья Кучеренко. Образец интеллекта, здравого смысла и красноречия. Объясняя суть ограничительных мер, обращает внимание МК, в условиях нынешней беды, голова управления Роспотребнадзора, генеральская должность по Нижегородской области сказала, что таким вот образом, ограничительными мерами, вычищается популяция. То ли проговорилась, то ли оговорилась, но, скорее всего, проговорилась от большого ума. На странную, мягко скажем, странную формулировку обратили внимание журналисты издания «Подъем». Цитата. Госпожа Кучеренко дословно сказала следующий текст. Следующие слова. Мы весь день сегодня бегали за кучей, как другие журналисты, пытаясь спросить у нее, что она хотела сказать. Словами «вычищаем популяцию». Так Гитлер говорил. Вычищал популяцию, как умел, как мог. Но, к сожалению, госпожа Кучеренко не смогла ничего объяснить. Про свое, сказать, объяснить свое красноречие. Но вот никак не смогла. Еще несколько интересных новостей. В Омской области отказались от QR-кодов на транспорте. А что не сразу-то сообразить, что все это пустое? Клишес. Есть такой верный рыцарь власти, оруженосец, так сказать, председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Там у них еще Климов есть такой, вот они два, Джабаров Климов и Клишес соревнуются друг с другом по поводу очень резких формулировок. Если Климов говорит о том, что обязательно Америка нам нагадит и другие страны, и вот выборы он ждал, что будут манифестации в дни выборов и день и ночь у посольства, и как-то они там будут мешать работе посольству. Это Антанта проклятая ее яркие представители, ничего слабого не случилось. А Клишес сегодня объяснил, что за неуполнение законов о QR-кодах не будут вводить внимание дополнительную ответственность. Уже и так все у нас схвачено, все нормы прописаны об ответственности, нет, уже все есть, отрезал господин Клишес, журналист РИА Новости, ничего нового они вводить не будут. Продолжение следует...